Сейчас я стою не просто на поле, а на одном из самых, наверное, важных полей России. Сейчас я стою на месте, где решалась судьба России. Это ратное поле. Путешествие в историю началось на Куликовом поле. Сургутский десант расположился в палаточном лагере на месте легендарной битвы. Самые яркие моменты, это, конечно, ну первое, когда я в первый день окоченел от мороза и пытался разжечь костер. Это было довольно-таки впечатлительно. После цивилизации тяжеловато приспособиться к житью, так сказать, на открытом воздухе, потому что мы просто жили в палатках, в поле. Полевые условия студенты то и дело меняли на дорожные, предпринимая поездки по историческим местам. Когда мы уже нам показали, вот здесь Дмитрий Донской остановился, вот здесь переправлялся, вот только по этому каналу. Когда мы с того места смотрели и казались, ну действительно, вот же пройти некуда. Тем более здесь там леса непроходимые были и действительно мы обстановку представили. Началась поездка, как у Дмитрия Донского начался поход, с благословения Дмитрия Донского у преподобного Сергия. И у нас поездка началась строиться в Сергиевой лавре. Ребята побывали не только у мощей преподобного Сергия, они спустились в эти серопионные палаты и там были и открыты такие святыни, которые, ну в общем, для каждого человека, вот русского, православного человека, действительно, это являются святыни такие, которые дают и духовную, и душевную силу для всех будущих испытаний. Мы не просто так ездили по каким-то достопримечательностям, мы ездили по храмам, знакомились с историей и это было бы очень глупо пропустить, я думаю. День второй нашего путешествия. Сегодня 1 июня мы в гостях у Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. После погружения в события 14 века экскурсия в усадьбу автора «Войны и мира». Толстой старался поддерживать традицию деда, вырастет там ананас, при Толстом выращивались некоторые цитрусы, померанцы, кофе. Как жили русские помещики, купцы и крестьяне, экскурсанты узнавали в музеях. А сейчас нас ждет экскурсия в музее саловаров и... Ружья! Это был последний музей сегодняшнего дня «Тульские древности». В древности, как и сейчас, с мирным укладом часто соседствовала война. Сегодня третий день экскурсии. Мы в городе Армия, в военном историческом музее. Так что после музея самоваров – музей оружия. Находки археологов земли Орловщины лишний раз подтверждают нам печальную истину, что люди без войны не могут. Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, Как один человек, безповетный народ, за свободную Родину станет. Столько панорам, столько диорам, столько живых танков, которые на ходу пришли. И реальность, и все это сделано под реальность. И гулы, и все очень впечатляюще. «Четвертый день путешествия в Белгороде. Узей огненная дуга». В истории России были три ключевых сражения – Куликовская битва, Бородино и танковый бой на Курской дуге. Сейчас на Прохоровском поле установлена стела в память о судьбоносных событиях августа 43-го года. «День пятой нашей экскурсии. Третье ратное поле России – Прохоров». «Когда мы потом свои впечатления даже писали возле той вот колокольни, стелы, памятника, некоторые ребята написали, что Прохоровка обожгла сердце. Вот когда вживую встретились с этими фактами войны, одно дело читать в учебнике, тем более, что и Великая Отечественная война недостаточно полно глупоко изучается, а здесь она действительно прошла через сердце». «Сегодня пятый день нашей экскурсии. Мы в село Себино, где проходил военный совет Дмитрия Донского на родине матушки-матрёнушки». Военную историю снова сменяет мирная жизнь Тульской губернии. На Святую Троицу сургутяне попали в село Себино, где родилась Святая Матрона Московская. Еще одна здешняя достопримечательность – торговая лавка. «Мы в Епифане, у лавки купца Байкополка». Оказалось, что сегодняшние студенты почти ничего не знают о русском купечестве. Спорим, вы не знали, что, к примеру, разгильдяями называли купцов, нарушивших данное слово и исключенных из купеческой гильдии. «Стуты хороших самоват. Меризов 40. 36. 28. Купец, нет, это так не снижает. У нас купец говорит 36, а он говорит 35 с половиной. 35. Ты потом приедешь в Сокутке, да, даже 50. Скажешь, ну какой самовар? Да, конечно, я ехала, отходу, в Сокутке. Тем более в то время, я думала, самовар, ты был вообще на расклад. Ну что? 35 с половиной. Да, ну давайте. Значит, право, понимаете? Нет, ладошком ударите. Смотри, у нас тут…» Шестой день нашей экскурсии в Бородино. Вот мы левое укрепление, слева одна, правая. Ровно 200 лет назад под селом Бородино войска генерала Кутузова переломили ход Отечественной войны в самом кровопролитном из однодневных сражений. «Вот здесь, постояв на Бородино, постояв на том месте, где находился Кутузов, где была его генеральная ставка, на том месте, где стоял Наполеон, воспринимался он не только как исторический личность, но и как литературный герой Романа Толстого, и невольно завязывались споры». «Седьмой день нашего путешествия – это поле Куликово». На первом ратном поле России студенты СПК и закончили свой собственный вариант войны и мира. «Куликово поле – русская победа! Куликово поле – русская земля!» Казалось бы, всего неделю назад они сюда приехали, но на свою повседневную мирную жизнь они взглянули уже совсем другими глазами. «У меня не то, что полностью изменило, меня поменяло мировоззрение к своему народу, к своей культуре, к своей религии. И очень много плюсов в этой стороне». «Очень много узнали по истории. В книжках так не пишут. Точно так же по Куликовской битве, по Бородинам, ну по всем. Ни в одной книжке так не напишут, как нам так рассказывали, что мы своими глазами это все посмотрели, все поля, битвы были, много музеев посетили». «Сегодня последний день нашего путешествия – Москва, Кремль». «Вот это очень похоже на исторический поход». «То есть вот ребята, они как-то, говорю, прониклись этими событиями. Не просто, говорю, это было для интеллекта, для знания, для души, да, а это как-то вот коснулось сердца, как-то пропустили через сердце. Вот встреча с историей была очень живая». awayvая а а а а Продолжение следует...